Ваша честь, очень приятно было слышать из двух представителей прокуратуры такие слова, как закон, честный суд, права человека. Но очень печально, потому что это, скорее всего, не про наше государство, потому что ни законы, ни суды, ни права человека у нас не работают. Дело в том, что сейчас мы что наблюдаем? Жуткое желание посадить людей, которых невиновны, потому что со стороны следствия и органов прокуратуры видно только о том, ложное обвинение. А со стороны защиты куча, просто куча целых тома законов, которые доказывают нашу непричастность и невиновность вообще. Но это не прокуратура, бронеследственные органы не видят, даже подрабатывают, как им надо. И суды это все прикрывают. И поверьте, это очень печально, потому что мы живем в этом государстве. Очень печально. И самое печальное, то, что сейчас, что происходит, вы, вернее прокуратура, не доверяет судям Хабаровска. Я, как бы там что-то можно подкупить или договориться. На каком основании прокуратура делает такие заявления? Какие-то данные? Разберитесь. Почему в Хабаровске нельзя провести данное судебное заседание? Где свидетели, где все, где хоть более-менее кого-то из нас знают? Я, например, прохожу по делу, вообще никого не знаю. Господин Хабаровск сейчас первый раз здесь увидит. Составление более-менее здесь познакомился за два года заточения. Говорить о правах человека, но это не в нашем государстве. И прокуратура об этом прекрасно знает, потому что скрывают все факты нарушения следственных органов, а не наши преступления, которые мы не совершали. Преступления сейчас идут со стороны следственных органов и прокуратуры. И все это прикрывают в суд. Я свою вину не признаю, жду заседания по существу раз на третьем, где я буду говорить все то, что считаю нужно, потому что я ни к чему не причастен. Это раз. Я не виновен. И чем чаще во время заседания будут отпрыгивать прокуратура и следственные органы и кричать, заявлять, что протестую, вопрос это убирает, тем больше это будут доказательства, то, что дело по приколам. И я буду рад, когда будут отпрыгивать прокуратуру и протестовать против моих всех заявлений. Только рад буду. Спасибо, Ваша честь. Пожалуйста, обвиняемый кайфов Андрей Владимирович. Ваша честь, ну, на самом деле, мне к долгу плевать, где будет проходить это дело. Будет ли оно рассматриваться судом присяжных, поверенных, я не знаю, временных, кого-то еще. Почему? Потому что я уверен в своей невиновности. И это видно в материалах уголовного дела. Я не видел ни разу, чтобы объединительное заключение, которое уходит в суд без требований, формулировками возможно, не исключено, вероятно, следствие считает. Там, это же вставляемый состав, там должны быть четкие формировки и доказательства. Но это отсутствует. При этом прокуратура у нас дольше рассказывает и утверждает дела по краже катушки. Здесь же 40 месяцев следствия продолжалось, 40 месяцев. И он мерзкий трибунал быстрее прошел. А прокуратура совсем ознакомилась и утвердила за 48 часов. Утвердила что? Позор, стыд, сраб. Он будет фигурировать на свету, люди это увидят. Арест на 6 месяцев, я вам говорил. Ну давайте сразу 20 лет, почему нет? 20 лет вместо приговора. А дальше ведем суд тройки, расстрелы. Мы это все проходили, еще раз проходим. Наша страна проходит это еще раз. Беззаконие творится вашими руками. Руками прокуроров, руками судей, руками следствия. Собственно говоря, решение, которое вы примете, оно меня нисколько не удивит, не расстроит, не приведет к замешательству. Меня просто на него приведет. Я закончил. Я поддерживаю сказанное моими защитниками, значит, по поводу изменения властейности. Здесь я скажу, что подсудность генпрокуратуры меняется лишь с одной целью. Это минимизировать количество свидетелей защиты. И никаких других целей у генпрокуратуры нет. Потому что нет доказательств, нет свидетелей, как таковых, есть, уже свидетели есть, да, у обвинения. И эти уже свидетельства элементарно подтверждаются доказательствами и показаниями свидетелей, стороны защиты, которые должны появиться в процессе. А в случае, если подсудность будет изменена, я скажу, свидетелей защиты, ну, будет очень тяжело ее организовать. А в случае, если подсудить, значит, по поводу ареста, значит, по поводу ареста, я также против, потому что виновным себя не признаю и не признавал на всей стадии следствия. Ни одного доказательства моей вины нет. Как не было, так нет, так и не будет. То есть, то, что написано, значит, в утвержденном генпрокуратурой обвинении, значит, ну, там уже дало наглость, что просто искажают показания свидетелей, которые имеются в материалах уголовного дела. И как будут впоследствии прокуроры выкручиваться из этой истории, когда будут представляться реальные показания свидетелей и то, что написано в гособвинении, ну, не знаю, тоже мне непонятно. В общем, против всех, возражалось против всех заявленных в прокуратуру их обвинениях. Все, он будет. Ваша честь, я, конечно же, более ответственно подхожу к этим вопросам. Я не буду говорить, что мне плевать, что и как, потому что за вот эти 17 месяцев, что я провел в следственном изоляторе, я очень много понял и у меня на очень многие вещи открылись глаза. Я понимаю речь, и прошу не обижаться на речь обвиняемых, потому что я и просто понимаю, что он накипел уже. Ваша честь. Я хотел бы начать с элементарного. Вот, с момента ареста 9 июля 2020 года, когда по дороге на работу я был задержан вооруженными людьми, как особо опасный преступник, и этапирован в город Москва для дальнейшего решения вопросов. Так вот, с момента ареста генеральная прокуратура, следственный комитет неоднократно, со средств массовой информации, заявляли о том, что у них есть неоспоримые доказательства виновности в руках. С первого дня, с первой минуты моего задержания, я заявлял, заявляю, никакого отношения, ни прямого, ни посленного к данным преступлениям я не имел и не имею. Про какие доказательства сегодня, ссылаясь в следствие, мне непонятно. Но, как происходит картина дальше? Я немножко ловлюсь, извините, я не юрист, и об этом речь у меня может быть пивчево, но я думаю, что вы поймете, что я хотел сказать. Ваша честь, за все эти 17 месяцев, все суды, которые происходили, где бы они не происходили, каких бы инстанциях ни происходило, с чего бы это ни касалось, все суды были закрыты. Мало того, что суды были закрыты, была взята подписка со всех адвокатов, а не разглашение никаких секретов. Ведь то, что происходило в судах, Ваша честь, я понимаю, почему люди возмущаются и выставляют сегодня предмети в суду. То, что происходило в судах, это невозможно проверить и невозможно описать словами, если не быть этим участником. Но как идет продление ареста? Поднимается следствие и заявляет, что у следствия есть непровержимые доказательства виновности фургана, но они их не скажут, потому что это является секретом. А дальше они говорят, все увидите в 3-17, когда будете однокапливаться с делом. Хорошо, суд принимает позицию обвинения и верит на слово, что у них есть доказательства. Что происходит дальше? Мало того, что все суды были закрыты, не было никакого общения, не было никакой возможности даже сказать себе что-то в оправдании. Ведь со мной еще и не проводили следственные действия. То есть, когда я на допросах пытался что-то сказать, меня останавливали и говорили, это дело не касается, мы это записывать не будем, значит, отвечайте только на заданные вопросы. Ну это ладно, это и бог с ним. Но что происходит дальше? Ведь меня лишили переписки, я не могу никому письмо отправить, и мне никто не может письмо прислать. Ни телеграммы, ни телефонных фронтов, ни свиданий, ничего. Меня поставили полный варку. За все эти 17 месяцев, за все эти 17 месяцев в отношении меня. Я пока вас прерву, послушайте меня, пожалуйста, я быстро вам сейчас постараюсь объяснить, что сегодня рассматриваются не вот эти вот вопросы, о которых вы нам сейчас рассказываете, а вопрос о осмотрении вашего дела по существу в другом регионе, по тем основаниям, которые были изложены Генеральной прокуратурой. Вот вам слово предоставляется для того, чтобы вы высказали свое мнение об обоснованности вот этой позиции Генеральной прокуратуры. Согласны вы с ней или не согласны? По каким основам? Ваша честь, Ваша честь. Ведь для того, чтобы понять, почему сегодня прокуратура против именно изменения подсудности, я это и начал говорить. То есть, может быть, я недостаточно четко объясняюсь, но вот смотрите, как происходит ситуация. Ведь что предъявили мне? Мне предъявили организацию ОПБ. Почему следствие боится прохождение суда в Хабаровском крае? Да потому что в Хабаровском крае каждый житель знает своих героев лицо. То есть, ну, любой житель понимает, что врач с села Бояково Амурской области приехал в город Хабаровск, не мог просто организовать ОПБ, как он ему подчинял и ФСБ, и все остальные культуры, которые сегодня пытаются ненавидеть. Ваша честь. Значит, здесь есть такое заявление. Имеются данные об отсутствии гарантии объективно-беспристрактного разгорачивства в судах Хабаровского края. То есть, что сегодня происходит? Сегодня следствие, точнее не следствие, а прокуратура, ставит под сомнение вообще правосудие. То есть, сегодня прокуратура обвиняет суд, то, что он предпристрастный, что он зависимый, что он коррумпированный, что на него можно воздействовать, и так далее, и так далее, и так далее. Но это же, вообще-то, я думаю, классифицируется как клевета на наше правосудие. Я не верю, да и как человек, который работал и губернатором, и депутатом Государственной Думы, я не могу себе представить, чтобы подсудимый или обвиняемый в статье «Убийство» мог воздействовать на судью. Но это уже, это уже ни в какие рамки. Значит, с 2005 года Судьян являлся координатором Хабаровского регионального отделения, и у него сложились тесные отношения с активистами российских общественных организаций. Ну, мне бы хотелось, во-первых, задать вопрос прокуратуре. А у нас что, сегодня общественные организации являются какими-то преступными сообществами? Насколько я знаю, все общественные организации сегодня поддерживаются, если они не противоречат законодательству и не нарушают законодательству. Любая общественная организация – это гражданское общество. Это основа основ. И здесь заявлять, что есть тесное отношение с активистами общественных организаций, ну, это, знаете, как обвинять человека в том, что он работает, допустим, депутатом. Раз он депутат, значит он преступник. Ну, это не мои слова, это слова, получается, генеральной прокуратуры. И что значит формирование негативного? Негативного общественного мнения в отношении к органам правосудия. Ваша честь, так и кто сегодня формирует негативное общественное мнение к органам правосудия? Как только следователь при поддержке прокуратуры закрывает суд и наставит на принятие неправосудных решений своими действиями, они дискредитируют правосудие. Ну, так почему у нас повелось так все переворачивать с ног на голову и обвинять, меня обвинять в том, что совершают они. Ведь, арестовав меня с оружием, перед этим не опросив, не допросив, вывезя в Москву, сделать закрытые суды, лишить меня переписки, лишить меня общения, ну, а что вы хотите? Кто формирует это общественное мнение? Ну, уж точно не я, и уж точно не общественные организации. Я эти прокуратуры не знаю, я могу рассказать, чем занимаются общественные организации и какие возможности они имеют для формирования общественного мнения. общественное мнение у нас сегодня формируют средства массовой информации, с которыми сотрудничают сегодня силовые инструктуры и которые навязывают сегодня в средствах массовой информации мысль о том, что фургал преступник. Через обратно, я скажу далее, вещь. Дальше, силу ранее занимаемой должности период с 18-го по 20-й год занимал должность губернатора и взаимодействовал с руководителем правоохранительных органов. Ну, я думаю, здесь прокуратура постеснялась, она же еще не договорила, что я еще был ученым членом госсовета. Ну, я просто хочу задать маленький вопрос. Это как же я взаимодействую с правоохранительными органами и с судами, если я нахожусь в СИЗО-рефорте? Это же как надо взаимодействовать и как надо на них давить, чтобы оказаться здесь. Да еще и под таким прессингом. Ну, это просто, еще раз повторю, такая вот клевета по отношению к органам государственной власти, в том числе и по отношению к высшему руководству страны. Своими действиями следствие и прокуратура дискредитирует и правосудие, и высшую нашу власть. И это очень серьезная вещь. Все поменяемость одержится повторяться к следствиям для авиации и территории города Москва. Ваша честь, сейчас идет ландемия. Естественно, свидетелей нельзя будет вывести из одного региона в другой регион, просто так. Для этого потребуется очень серьезное обоснование. Я не понимаю, каким образом мы собираемся свидетелей потерпевших возить в Московскую область с Хабаровска. Так что я, как губернатор, вам скажу, в Хабаровске всего лишь один рейс. И, как я сказал, минимальная стоимость на 12 тысяч, это касается льготное для пенсионеров старше 60 лет и студентов. А все остальные, извините, там не 12 тысяч. Там билеты доходят до 100 тысяч туда-обратно. А 50 туда-обратно это это засказка. И каким образом уважаемая прокуратура дает мне возможность для защиты? А каким образом мы привезем свидетелей? Как свидетели могут выступить? А уж заявление о том, что мы будем разговаривать при видеосвязи, ну, вот сейчас сколько, наверное, 12 рублей, или час уже? Ну, так, лабора, уже 8 часов вечера. И как она на следствии собирается, точнее, прокуратура собирается по видеосвязи разговаривать с Хабаровском, мне непонятно. Мы живем в огромной стране. Ваша честь, я все-таки прошу вас руководствоваться законом и здравым смыслом. Я хочу, точнее, я не то, что хочу, я в праве потребовать и имею на это полное право открытого, беспристрастного, транспарентного, справедливого суда, на котором сторона обвинения сможет предоставить недовижимые доказательства вины сегодня обвиняемых, но и защитники обвиняемых имеют право и это конституционное право высказать свою позицию и высказаться в защиту или в опровержение доводов следов. Если сегодня у страны обвинения нет никаких сомнений и есть доказательства, как они говорят, так в чем проблема? Мы все заинтересованы в определении правды и только правды. поэтому самая справедливая и законная будет это, конечно же, открытый суд присяжных в городе Хабаровске в спокойном режиме, на которых могут прийти все свидетели как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, все потерпевшие и так далее, и так далее, и так далее. Мы не сможем мы сегодня в Московской области создать условия для того, чтобы суд прошел открытый и без пристрации. Поэтому, конечно же, я считаю, что ваше честь все-таки нужно руководствоваться законом, справедливостью и суд проводит в городе Хабаровске либо в Агурской области, ну, на усмотрение, конечно, суда, то есть там, где совершались преступления, где они деминируются. Я еще хочу один раз уточнить, дело касается 2004 года. 2004 года. И никто лучше не знает, что там происходило, чем жители Хабаровского края. Поэтому и законно, и справедливо, и общество успокоено, и все наконец скажут, что у нас правосудие действительно объективное, что у нас правосудие праведливое, что у нас правосудие законное, только в том случае, если будет открыт суд в Хабаровске, все остальное у людей будет вызывать обоснованные сомнения. И когда прокуратура настаивает на суде в Московской области, тем самым оно начинает будоражить население, начинает будоражить общественность. Потому что само обвинение заявляет, что тем, кому нечего скрывать, они заинтересованы в открытости и в публичности. А вот если есть что скрывать, то, конечно, это нужно делать тогда внуарном и закрытом режиме. Поэтому, ваше честь, еще раз в завершении своих слов прошу вас отказать от отдастей прокуратуре и все-таки суд присяг назначить буду ли в Кабарске. Продолжение следует...